привет всем сегодня пока не знаю возможно последняя часть про крузака а может и нет пишите в коменты что думаете все-таки оставить его так или все-таки снять все это дело поставить другой кузов какой-нибудь сюда большие колеса и тестировать 6 mst cfxw по полной а то 6 так уже не так итак сегодня будем ставить выхлоп на крузака он у нас уже имеет звук напомню здесь стоит звуковой модуль нас и нам не хватает выхлопа но такой вот глушачок конечно внушает достаточно большая банка вот вот этот блок у нас соответственно для нашего глушака и также есть вот такое вот опа покатилась маслице который нужно заливать да то есть у нас не идет емкость это будет большая стоять а нужно 1 миллилитр маслица залить вот сюда вот под мембрану вот эту вот корчет эту маленькую снимаем туда заливаем и потом начинает уже все тарахтеть там есть еще красный светодиод не знаю зачем нужен в общем сейчас нужно все это дело спрятать в нашего крузака и потом уже протестим его вместе со звуком и вместе с выхлопом то есть примерно выхлоп будем делать вот так я все-таки прорежу сейчас корпус здесь скорее всего сделала покрасивее хотя можно так и снизу сделать мне так некрасиво чуть-чуть сделаю вырез и он будет уже такой литой из-под бампера выходить ну попробуем портить будем конечно так устанавливаем специальный держатель для нашего глушака он на двухсторонний скотч ставится то есть той стороны ничего не будет видно и вырезаем отверстие вот так коренько вырезал но попробуй на максимум выдвинуть глушак потому что сейчас при таком креплении он не выходит сейчас будут правила прокладывать шайбочки здесь еще и выносить его потому что видео крузака кузов какой оказался не очень него бампер выступает а дальше чем соответственно двери на багажнике из-за этого получилось как бы проблематично но не на шоссейку как говорится ставим поэтому вот так вот но остается все просто то есть вот этот крепеж у нас идет и здесь вот так крепим глушак но сейчас его с шайбочками как раз выдвину вот сюда то есть будет ну вот так вот наверно торчать то есть дальше не получится никак уже выдвинуть к сожалению хотел прямо чтобы банка торчала побольше но будет как-то так но вот так вот установил поставил сюда такую проставочку но все равно не хватает а кузов как бы уже не вырежешь переставлю труба боком будет стоять план сейчас гляну еще раз поставлю кузов значит вот здесь мы крепим сам блок управления вот этот разъемчик мы будем подключать к нашему аккумулятору то есть это балансировочный провод двухбаночного аккума только две банки больше сюда нельзя и дальше игре кообразный провод соответственно один проводочек вставляется в сам блок и остается два разъемчика это нужно на газ то есть мы во время нажатия газа у нас будет выходить туда дым поэтому сейчас нужно будет разветвитель поставить но на самом деле у меня уже там все готово у меня стоит там звуковой модуль и он уже подключен через y-образный провод и мне останется только сейчас перетыкнуть их то есть все в приемник у меня все заведено уже был до этого ха 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 смешно и даже не очень я перепутал стороны хотел вот здесь вот а потом перевернул кузов и что-то задумался и сделал не той стороне я хотел вот здесь сделал чтобы был глушак открытый они под запаской ну короче выхода нету коряво вырезал конечно то есть получилось не очень но в любом случае смотреть то есть вот глушак но если он будет выступать сюда много то наверное смотреться на грузаке он так не будет как на спортивном автомобиле а так получается ну плюс минус незаметная банка да даже снизу ее особо не видно поэтому да переделывать наверно не буду а то она ниже так будет уже стоять с тем креплением и сейчас я все подключу и будем заводить так ну что погнали значит так этот провод у нас идет из второго канала то есть 2 2 канал канал газа его мы вставляем в игрек образный провод который сейчас идет в блок управления нашим выхлопом остается еще один провод который мы задействуем на наш звуковой модуль все отлично подсоединили этот провод у нас идет на подсветку крузака далее у нас идет куча проводов я специально здесь напомню что я специально появился специальный разъем для того чтобы я в любой момент мог вообще снять этот модуль и все нафиг а не припаял к основному разъем регуля вот поэтому идет через такой вот разъем и сейчас да мы подключаем соответственно xt90 подключаем к нашему аккуму и вот этот балансировочный проводочек нам нужно подсоединить к проводку вот к этому вот то есть его мы включаем все две банки я поставил подключим и дадим питание и у нас все заработает соответственно как только подключаем разъем у нас в приемнике появляется питание и сразу начинает работать выхлоп теперь мы заведем движок и теперь будем нажимать газ и и будем получать море дыма по-моему у него с движком что-то не то коптит по полной а смотрите долго не может выдавать мощно неплохо как будто зимой слушайте и там у нас еще есть красный светодиод не знаю зачем его сделали он в принципе там нафиг не нужен типа огонь что ли вы не знаете что такое каршеринг сейчас я вам расскажу делимобиль сервис поминутной аренды и суточного проката автомобиля без водителя просто устанавливайте на телефон приложения делимобиль и регистрируетесь далее в приложении вы ищите ближайший к вам автомобиль бронируете и идете к нему открываете его с помощью приложения заводите и все вы можете ехать куда угодно также если вам нужно отлучиться за покупками или по делам есть функция ожидания для завершения аренды просто паркуетесь в разрешенном месте и закрываете автомобиль с помощью приложения да и у меня есть вот этот купон который вводится при регистрации он вам дает 100 бесплатных минут поездки ссылку на купон и приложение вы найдете под видео устанавливайте пользуйтесь и будьте мобильны но все заново залил жидкости должно хватить надолго смотрите как коптит заведем еще разочек и и круза chila и и Продолжение следует... 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 Всем пока!